Вкусно ли тебе, деточка? Чем кормит русских школьников? Это выяснили инспекторы Роспотребнадзора и родители. С визитом они наведались в столовую школу номер 15 и проверили, что едят на завтрак ученики начальных классов. Свежие ли продукты на столах, подогрета ли каша и что подают к утреннему чаю. Ты сегодня все скушал? Да. А что тебе больше понравилось? Мне больше понравилась каша. Каша ты все съел? История холодной каши с комочками в средней школе номер 15 уже не актуальная. Здесь каша на завтрак, в том числе и манная, блюдо номер один у первоклашек. Члены родительского контроля лично убедили, что дети от школьной еды не отказываются, а едят с удовольствием. Каждый день разная каша. В один день манная, в другой пшеничная. Она теплая и вкусная тоже. Сладкая. Мне больше всего нравится рисовая каша. Она просто моя любимая. Мне больше всего нравится каша и запеканка. Одним блюдом завтрак первой смены не ограничивается. Подается бутерброд со сливочным маслом, сыром или колбасой, печенье или сушки с чаем и обязательно фрукты. Учащиеся во вторую смену получают обед. Он обязательно включает первое и второе блюда. Это супы на мясном бульоне, макароны, пюре или гречка с сосиской, котлетой или шницели. Готовится обед в школьной столовой сотрудниками частной организации, с которой у учебного заведения подписан контракт. Меню рассчитано согласно методическим рекомендациям по организации детского питания. Естественно, меню предусматривает весь необходимый набор продуктов, которые предпочтительны у детей. Ну и, соответственно, калорийность завтрака предусматривает определенную суточную норму. Это примерно 20-25%. Ученики и начальник школы кушают бесплатно. Старшеклассники приобретают недельный абонемент. Он обходится в Твери родителю примерно в 300-500 рублей. Завтраки и обеда подаются обязательно свежими и подогретыми. Спасибо! Сами родители отмечают, что качество питания заметно выросло. В лучшую сторону изменилось питание. Питание стало очень разнообразным. Постоянно фрукты на столе, салаты овощные. Очень сбалансированное, хорошее питание. Правильно. Если мы дома можем отследить, что едят наши дети, рационным добавить белков, углеводов, жиров, то, соответственно, мы хотели бы, чтобы и дети в школе питались точно так же. Здоровое питание – это важное, это здоровье наших детей. Роспотребнадзором разработаны методические рекомендации, которые позволяют контролировать родителям, как и чем питаются их дети в школах. В данной столовой соблюдены все меры по организации горячего питания школьников. Никаких нарушений замечено не было. Если существуют систематические нарушения, то необходимо обратиться с обращением в Роспотребнадзор. Если нарушения не носят систематический характер, то, конечно, лучше всего первоначально обратиться в администрацию общеобразовательного учреждения. Роспотребнадзор Потверской области напоминает, что написать обращение можно как лично, так и онлайн через сайт ведомства. Проверить качество питания родители могут в течение всего учебного года. О чем будут кормить детей в летних оздоровительных лагерях и как будет организован отдых подрастающего поколения в этом году в регионе, расскажем в программе «Тема дня» с Романом Быковым на нашем телеканале 13 мая в 13 часов.